Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова и у татьяна васильевна вот и потом когда узнает что невозможно здесь здесь им создают условия и уже так и все да какие условия они там нет нет ни овчинникова другая забыл как вызовут не другая актриса это какие условия значит но ей но их на улицу тоже не выкину я так женщин почему кричит замечательно я так люблю вспоминать красивые талантливых тоже там и играет кто-то мнение она тоже по маленькую ролик но кто-то вторая не польских не не то ли поиски кто-то не важно я помню лицо не забыл фамилию актрисы этой но главное это не важно даронина она фантастическая там совершенно ну как и везде абсолютно да ну и что же тут были валентина или кто-то валентином и кто-то да спасибо вам за все что вы делали пожалуйста я прошу вас ранее знаете что идет я прошу вас проанализировать нас с моей женой по фото тоже поздно анализировать 5 какие мы мои дорогие вы сначала поженитесь а потом говорят давайте проанализировать ну это же значит сначала надо анализировать потом уже жениться правильно тогда мы вместе уже девять лет да я вижу вы так вы как будто она по вам в общем девушка причёсанное что странно а парень не причёсан почему девушка вы 9 лет не причесывайте парня при чешите парня если вы 9 лет вместе или вы уже откажитесь что так ну визуально и рамент вообще так женаты два года хотя нам всего по 26 лет я не настолько хороший математик чтобы сейчас вот это сейчас все это самое вот и я могу только удивиться а посчитать это я не буду так живем счастливы интересно весело и страстно до год назад я поступил на пи пи ч д по экономике в италии да и мы переехали в турин жена подрабатывает моделью думает куда поступить в следующем году да вот жена подрабатывает моделью пока вы не причёсанно занимаетесь экономикой я бы на вашем месте подумал бы да про ее подработку был такой фильм дневная красавица и в общем роман с катрин диньо ну неважно так да да пока же наслаждаемся жизнь это и прекрасной стране да там у вас альбана альбана значит огромный такой книжка или что-то альбана замечательный он уже там за 80 он до сих пор поет и звучит из здорово хотя вот значит звучит ну да можно сказать если поет то и звучит и недавно на концерте мне прислали смотрю чего-то ему за 80 маленького росточка всегда шляпе скрывает эту же залысину и вдруг он поет и полез на стенку прямом смысле вот прямом смысла полез там такая организованная сцена и соответственно эти леса конструкции конструкции на чем висят осветительные приборы прочее и он поет и вне контекста песни полез ему за 80 он просто полез на стенку там если перепугались потому что сейчас он грохнется ему там уже не то что там перелом шейки бедра вообще все не встанет но все нормально прекрасно и спустился ему там давай слезай могут там испугались страшно вот и он он а значит поет и дальше лезет что-то видимо показывает какой он еще молодой в какой форме да то что полез на стенку так с нетерпением это он еще девять лет не жил вместе а уже полез он кстати разошелся с раминой пауэр вот это я ни к чему да так с нетерпением ждем вас во флоренции так очень хорошо чем правильно помимо и альбана приводите а помимо анализа нас по фото да прошу вас ответить на один вопрос надо вы правы насчет засилья дикарей в европе в италии еще относительно неплохо но становится хуже да но как нам приличным людям противостоять варварам снизу по карте если не заводить семьи не рожать детей да это особенно характер я понимаю заводите семьи рожайте все пожалуйста но так закончил в этом стиле все продолжается вы уже понимаете что будут спрашивать дальше что без производства мы вымрем проиграем демографической гонке интересно ваше мнение как с этим быть всех благ вам и вашему делу и спасибо за ответы и с уважением дмитрий и валентина спасибо дмитрий спасибо валентина значит запомните на всю оставшуюся вам вместе и еще раз вместе жизнь никогда не соревнуйтесь с дураками еще раз никогда не соревнуйтесь с дураками с дикарями вы сказали что вот дикари рожают и мы а как же вы собираетесь соревноваться с дикарями вы не сможете победить дикарей в их дикарском плане вы можете победить только интеллектуально но вы скажете как же их и больше а вы не включили мозг чтобы отмотать и послушать что я об этом говорил 6 лет назад 7 лет назад я отвечал дословно этот вопрос вам это было бы бесплатно если вы не были лентяями отвечал что главное это граница потому что дикари рожали всегда и всегда рожали больше пшени дикари но была граница я не там без медицины сами дохли и когда нападали их отбивали профессиональные непрофессиональные военные но наемники от профессиональные по сути военные прошлые века в шестидарме была наемная это потом последние 200 лет изобрели патриотизм жутки вот пожалуйста рожайте делать что хоть только если вы рождаете человека то вы должны делать не из идиотизма выплевывая переплевываясь дикарями извините плотный человек это не не плевок чтобы переплевываться там с оккупантами снизу по карте чтобы они у них они почему дикари почему они плохо живут то что они как раз и рожают без смысла что они могут воспитать образовать нет денег нет образования вы вдумайтесь то есть вы таким же хотите стать вы делаете рожайте пожалуйста но не в борьбе с дикарями а сами из удовольствия если вы вместе если вы хотите из вас есть жилплощадь если вы купили себе хорошую квартиру и весь отдельный комната для ребенка если у вас есть с кем оставить либо бабушка девушка либо сиделка чтобы когда вы шляетесь вы его оставили они возили чтобы в самолете не мучили людей не делать свою проблему чужой если вас есть точно деньги если значит вот ваша жена достаточно работы дневной красавицы чтобы давать деньги чтобы воспитывать ребенка чтобы он не был нищебродом чтобы ему не было стыдно за свою одежду родителей и так далее в школе и дальше чтобы он таскать мог и прочее прочее вот и тогда жить сколько хотите абсолютно вообще понимаете об этом надо думать так так что но соревноваться в дикости с дураками бессмысленно а вот вы должны вокруг к подходить каждому уже рожденному европейцу и ему вот так открывать суки глаза если ты пишу тебя сейчас съезд вот ведь просто людоеда сейчас съезд тебя мудила вот так надо подходить каждому и мои ролики показывайте мои аргументы использовать на всех языках и переводите прочее прочее вот только так дальше